привет всем любителям диких танков с вами кими f1 и сегодня видео по т-62 м1 афган премиум танки новой эры это ребят мой первый танк новой эры до через и су-122 и ее прошел открыл новую эру как раз попал на праздники и продавался вот этот танчик я его купил пока из новой эры больше ни одного танка в ангаре нет как обычно там из 3 все берут он открытый у меня еще тоже не куплено то есть сами понимаете и су-122 я правда продал благополучно и начал играть на этом танке но ребята мое мнение сейчас мы послушаем потом зайдем в ангар посмотрим его характеристики как говорится посмотрите на этот бой вот один из первых у меня на нем сыграно немного боев но мне этот танк очень понравился первое своим движением своим маневренностью но есть сразу же ребят и конечно же такой минус назад он двигается очень плохо если вам нужно заехать куда-то за укрытие или пятиться чтобы отъехать от танка делают это очень очень тяжело но в то же время то же время прямо едет и маневрирует вокруг своей оси крутится довольно таки прилично друзья мои в горочку взбирается ему всего этого хватает также что мне понравилось это его вооружение то есть достаточно интересный боезапас различных снарядов то есть и фугасы есть и у него есть и кумулятивы и вот смотрите то есть достаточно боезапас и всяких снарядов которые вам помогут в игре реализовывать его потенциал если например не пробивается одними снарядами можно включить другие увидели например о что остался в сетапе у соперника танки картонные можно переключить на другие снаряды то есть довольно таки универсальная машина с пробиваемостью такие же проблемы как и везде ребят наверно сведешься попадешь не сведешься не попадешь как я понял это везде в этой игре но в то же время смотрите как против нас двое сразу же да мы получаем по щам но в то же время можем сдерживать удар вот это вот пулемета того же пока он перезаряжается на 4 соточки навести в ответ т-10 м ки сдерживать удары получается броня башни тоже отмечу довольно таки неплохая рикошетная вертится прилично то есть вращение точно также башни мне очень понравилось здесь она успевает башня за прицелом а прицел за башней и мы успеваем за любым танком часто бывает такое что просто ты не успеваешь повернуть башню тебя в бок напихивают вокруг тебя крот кто-то крутится какой-нибудь легкий танк ты не может повернуть никуда свою башню нет здесь с этим тоже в порядке то есть ребята еще раз одни плюсы для меня этого танка конечно у меня в новой эре других и не было но просто я играл достаточное количество лет и игр во многие как говорится танковые баталии у меня этих игр вы сами видите много на канале и уже понимаю где танк все-таки приятен а где нет мне этот танк приятен в игре именно мое личное мнение кто-то напишет минусы кто-то напишет кактус для меня он нет он не кактус я буду на нем играть в удовольствие и не жалею что я его купил причем за небольшие деньги на самом-то деле как и все здесь вел танк сах стоит очень недорого так вот еще один товарищ ко мне приехал на 4 сотки получил и скончался сзади получаю снова а ее это птуры в меня летели так и убивая кого-то ребят ну то есть смотрите как универсально еще раз рассказываю повернулись мы развернулись убили 1 2 выжили настреляли чуть более 2000 конечно не очень хороший результат но команду вытянули потому что следующий кто у нас есть команде только 6 ребята я думаю опытные кто давно играет настреливают на нем а очень большое количество урона а у меня это так урон средненький естественно потому что немного боев еще все равно до конца понял но танк мне понравилось сейчас пойдемте друзья в ангар и посмотрим его характеристики ну вот ребят мы посмотрели с вами бой на т-62 афган сейчас давайте немножко еще посмотрим его в ангаре от этого красавца еще раз смотрите по вооружению это бобсы 276 220 кумулятивы 450 275 но вы сами понимаете кумулятивы пробой вроде хороший но смотря куда попадешь не всю броню они могут пробить иногда также как и фугасы можем нанести там и 10 и 12 урона но и осколочно-фугасные снаряды вот такой комплектации столько их вожу 14 13 13 как оно было по моему так оно и осталось дальше расходники все простые вот такие вот новые эры аптечки огнетушители ну и ребят смотрите командир у меня и поставил правда еще ничего не прокачано но будет вот такой такие перки этот везунчик зоркий сокол я дерево и вовсе не медведь вот так вот прокачаем его ну-ка сейчас тут есть чтобы поднять уровень то нет очков наука нет наводчика вот тут не знаю вот так вот оставить может быть интуиция стрелок белка в колесе или снайпер знакомый прицел белка в колесе и внимательный хотя можно поискать здесь еще ничего не искал также как у мехвода жилистый а теперь вторая находчивый твердолобый но вчера тоже не искал ребят здесь ничего как бы еще пока и заряжающий что у нас крепыш но здесь мне все чуть не нравится еще снарядов выбраковка и конвейер то есть кроме командира я в принципе остальные какие были те оставил вот этот может еще посмотрю наводчика что с ним будет остальные надо будет менять так ну что еще по нему сказать вот они характеристики бронирование принципе неплохое башни ловим рикошеты ловим не пробитие бронирование корпуса среднего пробивают нас и хорошо пробивает но все равно под каким-либо углом можем что-либо получить прочность 900 честно не так уж и много сами понимаете что такое 900 для современного танка когда-то по 500 спокойно выстрелом наносит то есть два выстрела можно и уже не пережить время перезарядки комфортно и конечно любое время перезарядки менее 10 секунд это естественно комфортно хотелось бы лучше ну ребят наверное это было бы тогда еще более такой серьезный танк наверно разработчики посчитали 850 достаточно посмотрели на конкурентов у которых даже есть больше перезарядка поэтому нормально пойдет урон в 220 это смотря от каких снарядов мы здесь не будем и дальность обзора 270 хорошие для этих карт вот такой вот танк т-62 м1 афган который мне очень понравился премиум танк приносит и золото неплохо еще раз повторюсь и подвижности во всем на самом деле хорош пишите свои комментарии с вами был киме f1 всем пока пока друзья и до новых встреч